Сейчас мы находимся в Грузии, в стране прекрасной, которая у всех ассоциируется с отличным вином, с приятными людьми, с очень красивой картинкой, природными достопримечательностями, горами, религиозными достопримечательностями, которые являются здесь как раз объектами исторического значения. И, конечно же, сейчас всем известна новость, что Грузию не приняли в кандидаты на вступление в Евросоюз. Грузия удивилась, они считают, что, конечно же, они достойны этого всего, потому что они проделали, как тоже они считают, огромную работу. Но им прислали такое приятное письмо о том, что вы стараетесь, но надо еще стараться. Собственно говоря, хочу показать в этом видео, наверное, отношение к русским, к украинцам. Хочу показать то, как выглядят Тбилиси некартиночные в центре, которые мы все привыкли видеть, с известными достопримечательностями. И задаться вопросом, каким же образом Грузия вообще может быть кандидатом в члены Евросоюза. Зачем статус члена Евросоюза Грузии? Мы можем на примере Прибалтики посмотреть, когда они стали Евросоюзом, у них все очень сильно ухудшилось. И ухудшилось в плане именно производства. Потому что ввели европейские квоты на выработку тех или иных продуктов. Какие-то моменты вообще запретили, потому что Евросоюз и так это делает. То есть нужно это реализовывать, продавать то, что уже делается Европой. Мы же помним все там и автомобильный завод RAF, всем известный, и РВР, вагоностроительный завод, вагоны, которые курсировали по всему Советскому Союзу. И что еще? Косметику Zinters мы помним, которая тоже исчезла. В общем, много всего интересного. То есть ушли птицефабрики, ушло скотоводство, ушло производство фруктов и овощей. Потому что надо все продавать то, что уже есть, чего избыток на рынке производства в Евросоюзе. И что будет с грузинским вином? То есть основным моментом достопримечательностей Грузии, это грузинское вино, непонятно. Потому что в Европе его производят все-таки много и, конечно же, оно так не ценится, как европейское. Поэтому, скорее всего, здесь тоже будут квоты, запреты производства и так далее. Но это мы можем только узнать, когда это случится. Пока кандидатом в члены Евросоюза Грузия не является, но очень к этому стремится. И вот мы видим, например, одно из мест. Это канатная дорога, которая вела от метро Самгоре до того жилого массива, достаточно-таки населенного, в котором проживает много людей и ей пользовались. Канатная дорога была построена в советские годы. И в начале 2000-х годов она, собственно говоря, превратилась, здание превратилось в общественный туалет. Потому что мы в него просто не смогли зайти, чтобы снять оттуда видео. Там действительно общественный туалет. И, собственно говоря, остановилась. Даже мы можем видеть кабинка, она висит и не ровен час попадет. Покажем, как выглядит вход вот в это вот заброшенное здание, куда мы зайти не смогли. Там вообще, наверное, приют собачьи. Пойдем. Вот Тузик пошел. Тузик, как сказать, за это вход. Естественно, ничего не убрано и ничего не восстанавливается. А вот и трехзвездочный отель Сокартвелла. По ходу дела заброшенный, так как надпись вся стерка. Вон там все, какие-то тряпки висят в номерах. Все, естественно, разукрашено. Это центр города, между прочим. Я стою перед кинотеатром Руссавели, который в свое время, в советские годы, был лучшим кинотеатром Тбилиси. Очень известным, так как находится он в самом центре, прямо напротив парламента. То есть это самый центр города. А сейчас покажи, какие скульптуры на кинотеатре остались в советском регионе в заброшенном состоянии. Сейчас мы видим только вместо афиши «Слава Украине». Вот это центр города. Это старый город. И такие вот здесь все красиво. Вот тут везде, там, вот тут не очень красиво. И это все старые гостиницы. Сюда на лошадях приезжали. Там снизу были для лошадей такие, как сказать, стойла. Сверху жили, кутили. И таких гостиниц тут очень много. Подбелиси какие-то там начинают ремонтироваться, какие-то нет. Какие-то вообще полностью заброшены. То есть именно здесь гуляют все туристы. Это самый центр города. Это бывшая, тоже не работающая, не действующая канатная дорога на хобис Тасминда. Там находится парк. Когда-то, некоторое время назад, там упала кабинка с людьми. И погибло, по-моему, 20 человек, включая детей. И поэтому ее действия приостановили. И сейчас работает фуникулер. Но, тем не менее, только сейчас. Видится то ли ремонтная, то ли разборочная работа. Понять, к сожалению, не могу. Вот типичный тбилисский подъезд. Когда-то это было очень красиво. Наверное, сейчас не очень. Вот в какой ни зайди, везде такая же примерно разруха. Сейчас мы находимся в типичном тбилисском дворике. Это метро Марджинишвили, центр города. Все вы знаете, что недавно в Турции произошло землетрясение. Магнитудой почти 8 баллов. И сейсмологи Тбилиси проанализировали, сможет ли вообще выстоять город, если произойдет землетрясение подобной магнитуды здесь. Потому что все-таки это близкий рекой. К сожалению, сказали, что 80% зданий из-за их редкости, из-за неукрепленности фундамента и так далее будут разрушены. Как известно, одним из главных требований вступления в Евросоюз является лояльность к ЛГБТ. Эта страна, я бы не сказал, что готова, потому что все очень религиозные и очень косо смотрят на всех модно одетых мальчиков, так скажем. И мы погуглили и нашли чуть ли не единственный гей-клуб, гей-бар, наверное, в Тбилиси. Бар 34. Сейчас он, к сожалению, не работает. Как мы поняли, там какой-то подвал. Вот. И негде тусоваться гомосексуалистам или змеянкам. Негде в Тбилиси. Кстати, хотелось бы сказать, что этот бар, он переехал. Историю я почитал. Он переехал, он был в другом месте и был некий прессинг, давление и там драки приходили, избивали этих несчастных людей. И он переехал вот сюда. А еще хотелось бы сказать, что единственный в Тбилиси секс-шоп сожгли. Вот. Его теперь больше нет. Нельзя такими непристойными вещами заниматься в такой культурной и религиозной стране. Поэтому еще долог, путь к Евросоюзу. Хотя бы как минимум по этому критерию. Удивительное рядом. В этой стране можно покупать таблетки поштучно. Я вот зашел, купил таблетку от головы. Один ларе 22, 22 тетри стоит где-то там 30 рублей. То есть одну покупаешь от головы, выпиваешь и, собственно говоря, все, они отрезают ножницами. А вы когда-нибудь видели, как сушатся пластиковые пакеты? Вот. Яркий пример. Грузия очень поддерживает Украину. Считает, что по той же самой причине когда-то к ним вошли российские войска на территорию Грузии. Что сейчас в России оккупированы два региона. Это Южная Осетия и Абхазия. имеют право так считать. Не знаем, правда-неправда, то здесь правее и так далее. Но, тем не менее, поддержка Украины просто повсеместная. То есть мы можем видеть за моей спиной, что Россия это террористическая страна и слава Украине, между прочим. И, конечно же, рядом украинский флаг. К украинцам, тем не менее, относятся абсолютно так же, как к русским. Их здесь так же не любят. Кстати, вот эта поддержка Украины такая интересная. Его недавно сняли, я думаю, ну неужели эта гостиница передумала? А нет. Постирали и повесили обратно. Продолжение темы флагов. Они повсеместные. Вот я даже вижу, вон там сверху тоже висит флажочек. Вот гордые живут в красоте. Да? В таких руинах. Зато гордые поддерживаются. Знаете, почему я так много акцентирую внимание на украинских флагах? Потому что, с одной стороны, демократия – дело хорошее. То есть, чтобы люди могли выражать свои мысли, свою позицию, поддержку. А с другой стороны, демократия – это же такая история, когда я могу выражать мнение любое. в том числе и выйти с российским флагом, развесить российский флаг, да, и высказать там какую-то свою позицию. Но здесь-то такого нет. Я даже боюсь представить, что будет, если я выйду с таким флагом. Вот очень интересные плакаты висят. Отрицательный рост – это переводим с кремлевского на русский. Отрицательный рост – это падение. «Хлопок» – это взрыв. Мне кажется, что так не называют. «Сувенир» – это такой вот солдатик со стиральной машиной почему-то. Туристический автобус. И вот еще какой-то интересный спецоперация «Война». Вот это мост Бараташвили. Поэт грузинский, который при жизни не был опубликован. Здесь показывается история, рассказывается на стенах Грузии. Естественно, все про то, какая Россия плохая. Мы находимся около клуба «Басиани» в Тбилиси. Это самый крупный клуб в Грузии и очень известный во всем мире клуб. Он очень большой. Это стадион «Динамо». Внизу раньше был бассейн. И из этого помещения сделали, собственно говоря, клуб. Выступать диджеем – здесь очень большой плюс для карьеры. Прийти потусоваться. Всем, кто любит танцевальные вечеринки, тоже очень хочется. Но для русских, естественно, вход здесь закрыт. При проверке паспортов, при входе русским и белорусам будет отказано во входе и вам на руку обязательно поставят печать, что Россия – это окупация. Яйца тут золотые. Он 5,90, 5,70. Есть дороже. Это где-то 150 рублей за десяток яиц. Вот рядом стоит масло. В принципе, в общем, в целом цены дорогие. Я не знаю, как они это все покупают, если не на рынках. А рынки, как придет Евросоюз, исчезнут. И продукция будет выпускаться очень лимитированно местная. Вот оно молоко. Молоко маленькое. Он 3,20 стоит. Большое – где-то 5, даже 6 лари. Это где-то 130 рублей. Есть, соответственно, и дороже. Кефирчик тоже. Он по 5 лари стоит. И домик в деревне, и грузинский. Это 130 рублей где-то. 120-130 рублей. Цены на конфеты, конечно, впечатляют. То есть, вот лежит рот-фронт. Батончики за 30 лари. Это 700 рублей где-то. Также птичье молоко. Еще дороже. Там 750 где-то рублей. А то и 800. Ласточка 22. Которая у нас копеечная. Мишки на севере. 43 лари. То есть, умножим на 26, где-то на 26 рублей. И получаем цену российскую. Черноморочка. Тоже 22. Это 500 рублей. Тут другие конфеты. Чуть-чуть подешевле. Это уже... А, и подороже. Всякие цены. Ну, в общем, цены на конфеты, конечно, огонь. Грузия не выпускает своих сладостей. Вот витрина еще одного важного продукта. Это подсолнечное масло. Оно стоит в среднем... Ну, как я вижу, начиная от 6 евро. О, лари просто евро были. От 6 лари. Ну, вот 5.55 есть затея. Некая. Ну, 6 лари. Это 150 рублей за литр подсолнечного масла. И хочу показать одну вещь, которая с Евросоюзом вообще никак не связана. Это не связывается и никогда не свяжется. То есть, от чего придется им отказаться, это вино на розы. В каждом ресторане везде есть. Как видите, цена недорогая. За литр белого вина 12 лари. Это где-то 300 рублей. Чуть-чуть подороже идет красное вино. Это литр. В других кафе... Это еще дорого. В других кафе дешевле. Есть и чача, есть и коньяк разливной. И там за 6 лари литр. То есть, от этого точно придется отказаться. Потому что в кафе в Европе ни в коем случае нельзя продавать разливное вино. Это запрещено законами всех стран Евросоюза. Вот, например, стоит самокат, который можно взять. Мы находимся, сразу покажу, памятник Руставели. Это центр города. И вот на этом самокате вы поедете по вот такой прекрасной дороге наверх, да? Затаскивая его на ступеньки, будете ехать вот по такой разрухе, вон там еще дальше ступеньки. Очень красиво, очень приятно ехать на самокате. Продолжаем гулять по проспекту Руставели. Интересные советские здания, построенные в советское время. Очень ярко украшены этими зданиями проспект. И надо сказать, что лично я не вижу зданий особо каких-то там современных, красивых, которые были построены. Что в этом городе было грандиозного для людей, для жизни построено после Советского Союза? Мне кажется, что все, сколько я хожу тут полгода, на что обращаю внимание, предприятия есть, все они построены, там, жизнеобеспечение, да, все там, вода и так далее. Все сделано еще в советские годы. Что сделано сейчас, непонятно. Зато Советский Союз очень плохой. Из-за использования госсимволики советской, вот этот вот серпомолот, там, вот эти вот красные цвета, вот это вот все предусмотрено административное наказание. А все, что было построено, это после развала Советского Союза, это вот как раз руками Саакашвили. Вот, например, трубы непрекаянные стоят. Что это, никто не знает. Планировалось как концертный зал, он сверху, дворец президентский Саакашвили, бывшее здание ГАИ в советские годы. И вот эти вот трубы, собственно говоря, построили. И так не нашлось инвесторов, они до конца не достроены, не доделаны, так не сданы. В общем, стоят все эти годы, уже много-много-много лет, согласитесь, красивые, подходящие под вот этот вот мост. Местные жители по-разному относятся к этому стилю современному, да, вот этому стеклу, прозрачности вот этой вот современности, вкраплении вот во все вот это вот историческое. Но трубы так никому пока и не нужны. Сейчас мы находимся в прекрасном месте, в шедевральном архитектурном сооружении. Это Грузинская Академия Науки. Находится она прямо около метро Руставели. Вот здесь это ее колонны, чтобы вы видели. Ну, к врагам Украины, пожалуйста. Там еще что-то, еще. Куда поверни? То есть это вот колонны. Там покажи тоже вот это все. Вот что-то заброшенное тоже можно посмотреть. Вот водичка. Кипяток течет. Откуда прям непонятно откуда. Вот. И хотелось бы сказать, что, конечно, мы очень поздравляем Грузию за то, что она стала столицей стрит-арта в каком-то из предыдущих годов. Но я считаю лично, да, что с историческими зданиями так обращаться нельзя. Это все, вот эта вот вся писанина бесконтрольная вся идет от того, что до 16 лет в этой стране у детей никакой ответственности просто нет. Они делают все, что хотят, и из этого получают вся эта писанина. Ну и плюс, опять же, столица стрит-арта. Это центральный проспект города, проспект Руставели. Очень красивый, но издалека. Аблизи мы видим, опять же, столицу. Вот, опять же, колонны здания Академии наук. Столица стрит-арта. Опять же, видите, процветает. Естественно, все переходы, все это расписано. Так или иначе, все обклеено какими-то афишами. Вот стены здания Академии наук, пожалуйста, тоже очень симпатично выглядят. Ну что поделать, столица стрит-арта. Такие вот сейчас нормы. Там вдалеке. Ну, отсюда не видно. Подойдем, наверное, поближе. Вот Макдональдс, забытый у нас в России. Вот. Такое здание. А снизу, как я уже показал, невзрачное. Мы подходим к памятнику Шоту Руставели. В 90-м году, насколько мне известно, возведенный Советским Союзом. Вообще все самое красивое, все возведено в советское время. А чего-то нового вообще, в принципе-то, особо-то и не видно. Вот здесь фонтан, прямо у фонтана вот это вот все красиво разрисовано. И здесь, и там, и тут. Книги продают, кстати, очень много советских интересных книг. Не понимаю, тоже, видимо, какая-то борьба со всем российским. Сад и огород круглый год. Красота от Адая. Распродается, распродают все, видимо, свои какие-то домашние библиотеки. Вон флаги Украины маленькие, там они были выше, я не показал. Но еще покажу, в других местах идти не хочется. Вот, пожалуйста, прямо у памятника такая красота. Вот вход в метро. Граффити со всех сторон. Полный стрит-арт. Полный стрит-арт. В Грузии и вообще в Грузии распространены такие питьевые фонтанчики. То есть каждый может подойти, попить, жажду утолить, так скажем. Говорят, что везде вода питьевая. По мне, вода из-под крана невкусная. И там, когда унитаз долго не чистишь, там, неделю, предположим, да, вот эта вот внутренность под водой, которая, там прям осадок такой ржавый создается, то есть, соответственно, трубы не очень. Может, вода хорошая, а трубы как бы не очень. Вот видите, два раза в неделю приходит уборщица, все убирает, и от воды вот там остается такой осадок буквально за несколько дней. Сейчас мы находимся в метро Самгоре, и спустимся в очень колоритный переход. Такого вы точно давно не видели. Не каждый раз такое увидишь. Здесь, например, слева парикмахерская. Там хостовары. Здесь замороженные продукты, различные рыба, мясо. Хостовары, продукты. Свечи. Очень много одежды. У нас, мне кажется, уже все это поубирали. Вот работают швейя. Там еще чуть-чуть подальше. Еще одна швейя работает. То есть, очень удобно. Если надо что-то подшить, сделать, все здесь. В деле. Здесь же Качапури продают. Сейчас закрыто. Какие-то продуктики. Там дальше копировальные услуги. Бомж отдыхает. Здесь сигареты пастучно. Чорчхела. Все есть. Колбаса. Аксессуары для телефонов. Парфюм. И везде все покупают. Дальше интереснее. Хочу сказать, что я давно такого не видел. У нас это уже отмерло. Но когда-то, я помню, были такие переходы. И что самое интересное, они стремятся к Евросоюзу. А ведь в большинстве стран Евросоюза вообще запрещены подделки. Сейчас мы будем идти по обувному ряду. Это просто грандиозно. И в Европе-то только фирмовые магазины. В основном. В очень редких странах разрешена продажа подделок. Это церковная лавка. Очень много обуви всех фирмиров. Вон New Balance. Это Didas, Nike. Вижу все, что угодно. Выбор огромный. Иди. Иди. То есть, что будет, когда в эту страну придет Евросоюз? И, естественно, таких цен смешных на обувь, на одежду не будет, да? Возможно, уйдут все подделки. И это будут контролировать и штрафовать за эту страну. Потому что сейчас это полным ходом. Здесь можно найти все. Но надо сказать, что это удобно. Потому что вот я выхожу из дома. Я каждый день прохожу этот переход. И что-то здесь себе всегда приобретаю. Здесь есть все. Еще аксессуары. Очки, часы. Очень вкусные пирожные. Тоже иногда покупаю. И вон там он еще продолжается. Этот переход. На левую сторону выходит рынок. А по правую сторону вход в метро. Думаете, это магазин? Нет. Думаете, это магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Это был переход И что самое интересное Самое страшное Он очень длинный во все стороны Мы просто прошли маленький квадратик Вот он рынок Спасения всех грузин От высоких цен Потому что здесь цены как раз хорошие, приятные И конечно же при зарплате 300-500 лари Что соответствует Грубо говоря 10 тысячам рублей в среднем И хорошая зарплата Это 1000 лари То есть это 26 тысяч рублей Это очень хорошая зарплата То это конечно же спасение Цены в магазинах выше чем в России Вот это не что иное Как автостанция Одна из главных Тбилиси Автостанция Сам горе Вагоны раздолбанные Знаете, стоят Вот так это выглядит Все автостанции примерно в таком Прекрасном виде Ну и естественно Все российские каналы Я не знаю, что они сейчас смотрят Заблокированы Вот первый канал, пожалуйста Антв РТР Россия Россия24 Евроньюз Рашин А, вот этот канал Это рассказывает Как плохо в России Вот этот Вот он же повторяется ТНТ Единственный канал Который работает Из всех российских каналов СТС Вместо него идет Магазин на диване ТВ Рус Какой-то вот Не работает Вот такой вот Канал тоже Непонятный Какой-то, не знаю Региональный Но тут тоже Магазин на диване Обычно идет Либо гадалки сидят Что, собственно говоря Вот и здесь Да, какие-то вот каналы Которые Которые непонятные Шансон ТВ Не работает Пропагандистский союз Религиозный Тоже Беларусь24 Тоже в Апале Вот украинский Телеканал Фридом Работает на русском языке Азербайджанский Я иногда смотрю Самый адекватный канал Казахский Тоже пропагандистский Плохой Арм Пап ТВ Армения ТВ Естественно Тоже отвратительный канал Нельзя смотреть Ну, в общем Вот Раша Тодэй В общем Много Всяческих каналов Российских В том числе Всякие региональные Естественно Они забыл Музыкальных Несколько Работают В том числе Там какой-то Российский Тоже я видел Был Ну, вот Ну, и там Какие-то Грузинские Каналы Которые Я не знаю, что Они, честно говоря Смотрят Потому что Там смотреть Нечего И вот Я из аптеки Пришел А на чеке Написано Что 20% В территории Грузии Оккупировано Россией Слава Украине Собаки Их в Грузии Великое Множество Жужа Жужа Это, конечно Проблема Их Всех Стерилизуют Чипируют Вот это, кстати Нестерилизованное Потому что У нее на ухе Нету Отдельной Пометки А так Стерилизуют Чипируют И Делают Прививку От бешенства Все Здесь Все Делают грузия страна чудес мы находимся на заправке лукойл а здесь бьюти салон одежда есть все а это друзья мои парк культуры и отдыха около метро сам горе такой вот плачевный вид все естественно заброшено ничего от этого парка не осталось только какая-то арматура причем причем машины в фонтане люди причем гуляют там он девочки катаются на этих наверное бывших каруселях каких-то тут мужчина читает кто-то еще он там костер жгут шашлыки может пойдут вот такой вот в городе прям у там не видно министерства внутренних дел грузии прям за мной находится гостиница city in начале моего путешествия по грузии это была моя гостиница где я останавливался забронировал себе номер девушка взяла мой паспорт посмотрела что он русский и собственно говоря сразу же сказала что к сожалению брони моей не видит там же фойе сидели люди тоже русские и тоже говорят а наши брони она тоже не видит вот я вы хорошо посмотрели хорошо посмотрела я говорю меня 18 ночей ах 18 ночей начала смотреть да действительно ваша бронь есть как известно грузия славится своими минеральными грузами пока мы здесь по магазинам ходим производитель минеральной воды с церме гварстуют для того чтобы им дали нормальные достойные зарплаты и хорошие условия грузии недавно выставали боржону российские исполнители в грузии под запретом то есть выступить какому-то российскому исполнителю можно только если он прям очевидно оппозиционен в россии например выступали максим галкин выступала машина времени и вот фиша выступал валерий миладзе но с трудом потому что валерий миладзе давал какие-то концерты в россии в связи с этим говорили организатором о том что на даты выступление миладзе закрывается площадка собственно говоря все равно концерт прошел а сейчас отменили концерт группы битва потому что они выступали в 2013 году 10 лет назад в абхазии сейчас мы находимся около офиса грузинских авиалиний наверняка многие слышали что недавно грузия предложила возобновить авиасообщение между россией и билиси россия хорошо восприняла грузинские авиалинии тоже сказали что это отличная возможность нашим соотечественникам грузинам куда-сюда ездить но президент грузии возмутилась и сказала что такому не бывать как вообще такое может быть если у нас идет такая интеграция с европой предложила для россиян сократить срок пребывания до 30 дней с 265 которые есть на данный момент во времена правления михаила саакашвили была очень серьезная борьба с коррупцией и на самом деле он достиг небывалого коррупция была практически упразднена то есть он пересажал очень много влиятельных людей конечно не только пересажал в общем там что только не было коррупции стало значительно меньше и построил вот этот вот дом юстиции то есть в котором как видите прозрачное здание прозрачность полная показывает что вот у нас страна прозрачна в этом здании можно решить множество вопросов но конечно же если какой-то у вас возник серьезный вопрос который надо решить всегда есть дядя георгий который обязательно вам поможет все это решить поэтому коррупция может быть и глобально уменьшилась но такая мелкая скажем так а если что-то по крупному всегда все равно играют роль большие деньги все зависит от стоимости услуг так скажем еще хотелось бы сказать что грузия со всех сторон сейчас кричит о том что у нее невероятный рост экономики на больше десяти процентов на всех мировых саммитах все участвуют но почему-то забывает о том что это все происходит из-за того что очень большой россиян из россии в грузию миллиарды долларов уже переведены были российскими гражданами россияне тратят огромные деньги все кафе рестораны магазинах дорогих везде сплошные русские люди я думаю что все продавцы то есть вливание опять же покупают жилье в огромных количествах русские снимают жилье за невероятные цены дороже московских и все это как-то грузия забывает учитывать и сейчас то что предложили сократить калин количество дней для россиян возможных для нахождения в грузии до 30 в квартал это предложила президент я думаю что очень плохо может повлиять на экономика на экономику если это ведут потому что понятное дело что русские начнут оттуда массово уезжать может быть там какая-то гордость сыграет у многих может быть многие скажут слава богу эти русские уехали но жить то на что будете где будет ваш рост страны другие при росте экономики ноль там сколько-то процентов а в грузии которая была в минусе много лет мне кажется это спасение но пилим на котором сидит и еще один момент на который хотелось бы акцентировать внимание в грузии нет государственных семей или государственных каких-либо предприятий в грузии все подано в частные руки а в этой тюрьме номер 12 города руставе сидит бывший глава грузии михаил саакашвили как известно он после совершения ряда преступлений уехал свое время из грузии потом на украине он был политиком и как только вернулся его сразу же посадили посадили за два уже присужденных решения это нападение на там какого-то парламентария и расправа с каким-то там главой банка или сотрудником банка в общем одно убийство одно нападение и сейчас еще идет вопрос по делу о разгоне митинга где пострадали сотни людей и о растрате государственных средств наличные нужды в том числе на услуги саун там с девочками и так далее и труп подобное на какую-то огромную огромную сумму хорошая дорога дорога огонь я бы сказал вот урана нас еще здесь не идет какая-то это пипец какой-то таких дорог давненько не видывал только что здесь проскочила маршрутка как разогонь кому х жесть евросоюз бьет тревогу грузия заняла восьмое место из числа стран просящих статус беженца у евросоюза даже обогнав украину и ирак вот он банк креда один из самых популярных у россиян не самый лучший один из самых популярных точно потому что лояльнее всего относится к русским легко выдает карты и вот так вот вы заходя увидите славу украине там за каждым столиком будет украинский флаг и собственно говоря быть так получать карту приятно такой приятной атмосфере